Среднестатистическая городская семья о качестве отношений. Развеем некоторые родительские мифы и внесем ясность в отношения сиблингов. Так по-научному называют братьев и сестер, рожденных от одних родителей. Это программа «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях психолог, специалист по родительско-детским отношениям, системный расстановщик Мария Терентьева. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Галина. Слезы, драка, раздел территории и имущества. Часто в доме, где растут двое детей и более, детская комната становится местом для разборок между маленькими членами семьи. Мне часто приходилось слышать от родителей такие слова «когда мы с ним вдвоем, это идеальный ребенок». Но как только дверь детской комнаты закрывается и вдвоем там брать, сестра, сразу возникают конфликты на пустом месте, из ниоткуда. Что происходит, что про это думают психологи? Хороший вопрос. И действительно так многие родители отмечают, что когда вот мы с сыном одни, у нас прекрасные отношения. Но когда приходит второй брат со школы, и их становится двое, и я с ними одна, какие-то драки, какие-то задирания, какие-то стычки. Что же, да? Это важно сказать о том, что две очень важные составляющие любых сиблинговых отношений. Это конкуренция и кооперация. То есть всегда во всех отношениях братьев-сестер будет вот этот элемент конкуренции, борьбы, иными словами, за мамино внимание. Ну вообще за родительское внимание, но мамино в большей степени, потому что каждый ребенок с мамой очень сильно связан. И на кого мама посмотрит, на кого мама обратит внимание, даже если она на меня крикнет, она все равно в этот момент на меня больше внимания обращает. Это и есть такой способ мамино внимание удержать. И тогда дети начинают делать всякое разное, да, и задираться. Иногда они не знают, как по-хорошему привлечь внимание. А вот толкнуть, отнять, заплакать, пожаловаться, что мне больно, что меня ударили таким образом, что меня пожалели, и то есть мама тогда со мной. Это вот часть конкуренции называется. И она будет всегда. На самом деле, если уж разберем мифы, стоит сказать, что это большая ошибка, возбуждение родителей, что если мы сделаем все правильно, если я буду правильно что-то делать и знать, то конкуренции, ревности между детьми удастся избежать. Не удастся. Всегда будет этот элемент. Другое дело, что мы как родители можем корректировать свое поведение и делать так, чтобы вот этой поддерживающей части было больше. Вот этого кооперации, что мы называем, да, когда дети вместе могут играть, ладить, когда они друг друга поддерживают. Это можно усиливать, но совсем убрать ревность и конкуренцию просто невозможно. Получается, одного ребенка воспитывать легче? Ну, вообще, как говорят многодетные родители, с одним сложнее, чем с двумя, а с двумя сложнее, чем с тремя, и, соответственно, с тремя сложнее, чем с четырьмя. И на самом деле это, ну, правда так. То есть анекдот о том, что первый ребенок растет в стерильных условиях, для него кипятят еду и соски, а третий уже борется с собакой, чтобы поесть, да, из миски собаки. Это отчасти здесь есть истина в том, что снижается уровень тревоги родителей, уже больше уверенности в том, что, ну, как должно быть, уже нет такого внимания к этой шкале возрастной, а правильно ли развивается ли по возрасту или нет. То есть здесь спокойнее. Поэтому с двумя и с тремя легче, легче морально. Но здесь появляется такой элемент еще, как отношения между братьями и сестрами, да, вот это качество отношений. Потому что когда все время в доме конфликт, вот здесь сложности возникают у родителей. И часто обращаются к нам именно с этим. Помогите регулировать отношения между братьями и сестрами. Нужно ли родителям самим встревать вот в эти вот конфликты, разводить по разные стороны комнат, выяснять, кто первый начал, кто виноват, вот эту суть конфликта, разбираться в этом, нужно ли? Здесь важно разграничить роль родителей в этом конфликте. То есть, безусловно, дети сами договориться не могут. Родителям важно показать свое отношение к ссоре, свое отношение к тому, когда дети, например, друг друга обзывают или бьют, да, что это недопустимо. То есть обозначить правила рамки допустимого, обеспечить безопасность ребенка, чтобы дети знали, что нельзя там волосы выдирать, допустим, или бить друг другу нельзя, или отнимать нельзя, или вот такие слова запрещены. Это все делают родители. Они ставят вот эти рамки, ограничения, в которых дети существуют. Они обеспечивают вот эту, да, безопасность. При этом встревать в каждый конфликт и выяснять, кто здесь первый начал, из-за чего, что произошло, кто кого обидел, не имеет смысла. Дело в том, что в этом не разобраться. Суть отношений брата и сестры такова, что все началось гораздо раньше, чем вот этот конфликт. Все началось зачастую с момента появления этого, да, младшего ребенка и обиды старшего в этой связи на то, что он появился. Поэтому вот очень ошибочная роль третейского судьи в конфликте и выяснение, вот, кто виноват, кто прав. И самое плохое, пожалуй, что могут делать родители в этой связи, это вставать на чью-то сторону в конфликте, да, и правильным тогда уж, если мы говорим о том, как было бы хорошо, пожалеть каждую сторону, услышать каждую сторону, да, сказать, вы оба мои дети, я вас обоих очень люблю, да, мне жаль, что тебе здесь вот там у тебя отняли игрушку, мне жаль, что тебя вот тут обозвали вот так, вы меня самое лучшее, я вас очень люблю. И не вставать ни на чью сторону. В психологии это называется принцип одной лодки, когда детям невыгодно вообще привлекать родителя, маму, да, к спору, к выяснению отношений, потому что, ну, она все равно не будет, да, ни на чью сторону она не выберет. Если, допустим, конфликт по поводу какой-то игрушки, то стоит ее объяснить, да, что я сейчас вот эту игрушку у вас изымаю, что вы не смогли про нее договориться, она будет там пока лежать, вот, давайте, да, пробуйте договариваться, кто там, кто будет первый, кто второй, как можно подойти, то есть вот эта суть прояснения и договоренности формировать, что дети это сами учились делать, да, и мама в этом смысле не встает ни на чью сторону и не выбирает, самое главное, кого-то из детей, кто-то хороший, кто-то плохой, потому что это самое травматичное для ребенка, когда мама встает на чью, на сторону не меня, а кого-то другого, это только расти требность и конкуренцию, и желание отомстить в следующий раз. А как быть в том случае, если дети сами бегут к маме, к папе, говорят, вот он, вот он первый начал, он сделал то-то, то-то, как, что нужно здесь, что в этом случае быть, как в этом случае поступить родителю, если ребенок, один из двух, трех, сам приходит и просит помощи? В этом случае очень хорошо обратиться к тому, что ребенок чувствует. Ты сейчас обиделся, ты сейчас разозлился на брата, да, там, он у меня забрал это, да, я слышу, он тебе забрал игрушку, давай, я тебя пожалею, давай мне тебя, да, там, жаль, и, ну, может быть, на что-то переключить, да, то есть не подпитывать какую-то вражду к брату и не вставать, и, ну, то есть точно не идти к второму сиблингу и говорить «отдай», да, вот, потом можно наедине с каждым проговорить каждую ситуацию, да, но вот в самом конфликте не занимать нищую сторону. Вроде не так сложно не говорить «ты старше, отдай, поделись», да, я насколько понимаю, что неправильно так делать, да? Вообще, на самом деле, вот, правда, большая ошибка родителей, когда ты старше, и, значит, ты должен делиться. Если мы вспомним, как было раньше, вообще традиционно, да, почитались старшие родители, то есть сначала там бабушки, дедушки, родители, и старшие братья, и старшие сестры тоже, и была вот эта, была правильная иерархия, то есть растилось в младших уважение к старшим, в том числе старшим братьям и сестрам. Почему это важно? Да потому что у старших потом появляется больше прав и обязанностей, ну, и прав, конечно, да, старший уже может пойти гулять, старшему можно больше, там, не знаю, торт съесть, а малышу еще пока только пюре можно кушать, да? И тогда младшему начинает хотеться расти за старшим и быть тоже старше. А тогда, когда все, весь приоритет младшему, а старшему надо уступить, зачем старшему расти? Зачем младшему хотеть расти? Ну, тогда как будто бы теряется вот эта ценность старшинства, возраста, да, и уважение теряется. И говорят, почему говорят, что родители замечают, что старший ребенок начинает, ну, как будто мимикрировать под младшего, наоборот, как будто бы еще, ну, не растет, а все меньше и меньше, уж чуть ли не в коляске хочет кататься, как маленький. Ну, потому что маленькому больше приоритета дается, значит, в этот момент в семье. Стоит посмотреть, а все ли я правильно делаю, а на каком месте сейчас старший, да, куда расти хочется, кому хочется развиваться. А опыт родителей из детства, он как-нибудь оказывает влияние на отношения уже взрослых людей со своими детьми? Да, конечно, в первую очередь. На самом деле мы все движимы такими нашими бессознательными, да, паттернами поведения, те, которые мы получили в своей семье, такие системные семейные установки. И, например, если мама, да, мама, которая была старшей сестрой, слышала в своем детстве, ты же старше, да, вот уступи то, что вы говорите, или поделись, или ты старший, ты должна заботиться о младшем, скорее всего, такая мама будет вот эту модель поведения в свою собственную семью своим детям транслировать. И тогда ее старшая дочь или сын тоже будут слышать о том, что, ну, они должны чего-то по отношению к младшему. А может быть, наоборот, учитывая опыт из детства, может быть, как-то перестраивать отношения между своими? Да, конечно, конечно, все возможно, да, то есть осознанность и понимать, откуда вот это, зачем я сейчас это транслирую своим детям, а как я хочу их отношения, чтобы вы строились. Здесь очень важно осознавать, что я хочу на самом деле и правда ли все то, что мне говорили в детстве. Ведь на самом деле, если старших детей перегрузить ответственностью за младших, есть вероятность того, что когда они вырастут, им не очень захочется иметь детей. Мне очень захочется иметь нескольких детей. Даже так? Даже так, да. Потому что, ну, в общем-то, там, семилетний ребенок, он не должен заботиться о своем младшем новорожденном брате или последить за ним. Это большая ответственность. Он, ну, ребенок не может с этим справиться. Просто в силу того, что у него достаточно развит головной мозг, уровень внимательности, да, для того, чтобы заботиться о другом живом человеке. А если о каких-то позитивных вещах, которые уже во взрослом возрасте проявляются, и они выросли из удачной коммуникации с братом и сестрой с детством, какие-нибудь примеры есть такие? Ну, конечно, когда были хорошие отношения в детстве, когда каждому родителям давали внимание свое, индивидуальное, и, допустим, собирали вместе какие-то традиции, устраивали, да, что вместе мы там играем за столом в настольные игры с каждым из детей. Да, то есть такая семейность и такие традиции соединения, да, вместе. Такие выросшие уже дети стараются тоже с семьей, семьями дружить, с братьями и сестрами, двоюродные братья, когда растут вместе и тоже достаточно близкими могут быть. Конечно, хорошее тоже есть. А то, что брат и сестра становятся лучшими друзьями по жизни, это миф или нет? Все очень индивидуально, когда родители хотят, желая помирить своих дерущихся детей и говорят, вот, это же твой самый близкий человек, это же твой брат, твой сестра должен любить. Это совершенно точно не идет на пользу отношениям. Вот это должен любить, это такое, ну, с одни эмоционального насилия, любить заставить кого-то невозможно. А вот стать по-настоящему близкими людьми, единомышленниками, вот здесь есть вероятность такого. Но ведь мы знаем, что в одной семье дети могут быть совершенно разные по характеру, по увлечениям. Они могут жить в разных городах и странах. Они могут любить одно, а могут любить разное. И тогда станут ли они по-настоящему лучшими друзьями, ну, зависит от них самих. Тут не от родителей. Здесь есть такая вероятность, что они могут стать лучшими друзьями, но это, и они, когда вырастут, уже смогут это делать. Да, такое желание навстречу друг другу двигаться, общаться. А разница в возрасте, она как-то влияет на отношения между братом и сестрой? Конечно, влияет. Вот считается, что больше всего конкуренция, ревность сильна, когда разница между детьми от двух лет до семи. Тогда очень близкая территория, да, дети еще не ходят в садик, ходят в школу вместе, да, вот разные. То есть они очень много времени проводят вместе. И тогда ссор и почва для конфликта больше. Одни книги, одни игрушки. Здесь очень важно уметь разделять и помогать каждому жить своими интересами. И если, допустим, ну, два брата, посмотрите, что они разные могут быть. Старшему нравится борьба, а младший такой более, может быть, утонченный ребенок с музыкальным вкусом. И тогда его не надо за компанию вести на борьбу, потому что так удобно и со старшим вместе ходить. Да, каждому стоит здесь проявить индивидуальность. Когда разница в возрасте больше 10 лет, считается, что это, наверное, такой наиболее простой вариант для сиблингов и для родителей, потому что так, как будто бы каждый, ну, у каждого свое детство проживается. У одного свои уже увлечения, игрушки, друзья, подруги и средняя школа. И тут появляется малыш, которому больше внимания уделяется. И тогда это не так травматично для подростка, как когда это происходит, ну, еще тоже с малышом 2-3-4 лет, которому еще очень нужно мамино внимание. А не получается такого, что никаких точек соприкосновения не остается у подростка, у которого уже своя жизнь, свои интересы, и у малыша, который ходит в садик? Конечно, первое время, первые 10 и 15 лет таких точек соприкосновения не так много. И потом во взрослом возрасте они как будто бы заново знакомятся и могут заново узнавать друг друга. Но здесь меньше борьбы и вот такого, да, притягивания маминого внимания, поэтому здесь для детей, для самих легче. И здесь родители уже ни при чем. Это чисто из качеств самих детей зависит, будут ли они дальше. Ну, от родителей, конечно, тоже зависит то, как они вместе могут выстроить коммуникацию, то, как они помогают друг друга им увидеть, да, там, умилиться. Что заложат они в ребенка. Да, они тоже закладывают вот эту радость того, что вы друг у друга есть, да, какого-то умиления приятным моментом. Ведь это большое дело, когда мы подпитываем своим вниманием, мы, родители, не ссору и конфликт, а наоборот, те ситуации, когда хорошее поведение было между братьями и сестрами, да, вот подкреплять своим вниманием, хвалить, радоваться. Вот, смотри, сейчас вот тебе, ты смотришь на него, тебе сейчас, ну, я вижу какой-то нежный момент, я вижу, как тебе, ну, нравится наблюдать за своим младшим братом или сестрой, или наоборот младшим, вот, я вижу, как ты восхищаешься, как ты смотришь на своего старшего брата и ему там, хочешь на него быть похожим. Ну, вот какие-то подкреплять, видеть вот эти моменты и транслировать детям, тоже важно. Перейдем теперь к самому интересному. Как порядок рождения влияет на характер ребенка? То есть вот у нас есть старший, средний и младший. Есть какие-то особенности в психологии? Вообще в психологии этот вопрос исследовали и действительно замечают, что старшие дети, например, они больше отличаются таким консерватизмом, например. И, ну, просто они росли одни, и им не за кем было особо стремиться. Ну, допустим, если нет там в близком круге двоюродных братьев и сестров, вот они растут одни, и все, внимание им. И они никого не спешат. Идти не спешат, ползти не спешат, говорить не спешат. А, например, младший ребенок, он появляет, он уже не один. И всегда есть кто-то, кто был до него, и кто как будто бы более способный, более, ну, просто более уже развитый в силу возраста, да, разница между, ну, два года колоссальная разница у детей тоже. И им всегда хочется за кем-то стремиться, они больше торопятся расти, да. Поэтому считается, что младшие более развиты, более такие чисто любивые во взрослом возрасте. И часто такие младшие дети находятся все время в конкуренции некой, пытаясь доказать, что я могу, я лучше, я тоже умею. Младшие или старшие? Младшие, младшие. Потому что у них всегда есть этот ориентир перед ними, они себя сравнивают. Почему? А чтобы родители не сравнивали, если уже говорить о советах, да, чтобы родители не сравнивали братьев и сестер между собой. Вот это точно подпитывает конкуренцию и ревность. А как, ну, сами дети, младшие, они тоже сравнивают, конечно же, себя. Вот он уже умеет писать, а я, да, там что-то ручку держит. А я еще вот буквы учу только лишь, да. То есть вот такой момент здесь есть. Считается, что средние дети более гибкие, более дипломатичные. Они умеют подстроиться, они знают, как лавировать между правилами в семье. Часто бывает так, что младших, если это большая семья, там, третий, четвертый ребенок, младших не воспринимают всерьез. Они такие, часто какие-то, какие прозвища ласковые даются, как будто бы немножко такие дети остаются. Да, тоже есть этот нюанс. То есть откладывает место в семейной системе отпечаток на характер. Ну, конечно, мы можем во взрослом возрасте преодолеть эти стереотипы, да, и работать над своим поведением, осознавать какие-то свои паттерны поведения. А как это, где связь вот этого порядка и характера все-таки вот? Ну, это понятно, в детстве, да, там мы сравниваем, мы ощущаем, если младшие, что нас не воспринимают всерьез, а как это во взрослую жизнь приходит, переходит? В общем-то, психология считается, что мы научаемся всем в нашей семье, и потом со взрослыми людьми, мы вырастаем, а мы просто все те же сценарии, да, начинаем проявлять. Ну, может, такой ребенок младший, допустим, да, который вот считают таким немножко, ну, к которому не всерьез относятся, да, ну, он становится таким шутником в коллективе, где-то, да, больше он шутит, и там тоже начинают к нему относиться не всерьез. Да, например, вот так может быть. Всем не сладко приходится, да? Пожалуй, у каждого в семейной системе, в семье, есть какая-то своя роль и, соответственно, задача. Да, и поэтому нет какого-то идеального места, правильного. Единственному ребенку тоже, на самом деле, очень сложно живется, потому что там, где ребенок один, все ожидания направлены к нему, бабушек, дедушек, мамы, папы, все тревоги, родители транслируют на одного ребенка, единственного, да, и все семейные динамики несет тоже он. И это все становится, да, непросто. Поэтому у каждого здесь, ну, некая своя роль, своя задача, свой опыт жизненный. Остановимся немного на старшем ребенке, как уже сказали о том, что он долгое время был в семье один, все внимание было только на него обращено. Все вещи его, все игрушки, подарки его, бабушки, дедушки, мамы, папы, все вокруг него пляшут. И вот в один прекрасный момент ему сообщают, что в семье скоро появится братика или сестренка. Как подготовить старшего ребенка к рождению младшего, и нужно ли это делать? Что говорят психологи об этом? Готовить очень желательно, то есть если нужно, в общем, ответ, нужно это делать. Как переживает старшее появление младшего? В психологии даже есть такой образ, как свержение строна. То есть он был единственный, правда, все внимание ему. И когда появляется какой-то другой ребенок, часто дети переживают это травматически. То есть, а зачем? Я что, не подхожу? А меня что, недостаточно было? Вот так внутри у ребенка устроено. Он начинает думать таким образом. А зачем? Я что, какой-то плохой? Зачем ему еще один? Особенно если разница в возрасте небольшая, и появляется ребенок одного пола, к мальчику сразу же появляется другой мальчик. А что я-то? Меня что, недостаточно? Зачем? И здесь очень важно родителям правильно готовить, правильно объяснять. И не стоит говорить, например, о том, что это для тебя мы рожаем, чтобы ты был не один, чтобы тебе было с кем играть. Тебе же будет потом с кем играть, с братом. И ведь это неправда. Сначала, когда рождается малыш, он не может играть. Это рождается беспомощный маленький человечек. До совместных игр еще далеко. Очень важно, когда мы готовим старшего к появлению младшего, заниматься таким информированием, рассказывать, а что изменится в твоей жизни, а что не изменится, что останется прежним. Я останусь с твоей мамой по-прежнему. Мы будем продолжать с папой тебя любить. Ты навсегда останешься нашим сыном. И мы будем продолжать о тебе заботиться. Говорить о том, что сначала малышу понадобится больше внимания. Но сначала он будет много спать. Чем он будет питаться, рассказать. Такие моменты. Потом чисто в техническом плане, когда уже близится роддом, рассказать можно о том, что мне не будет 2-3 дня. Ты останешься дома. Желательно, чтобы детей в это время не отвозили к бабушкам, дедушкам, старших, а он оставался дома с папой и ждал появления малыша, например. Что еще здесь хорошо? Вспоминать со старшим, как его ждали. Что он теперь видит, как мама готовится к появлению младшего. Покупает какие-то вещи, одежду, коляску. А как его ждали, он не знает. И вот хорошо об этом тоже говорить. Рассказывать, как ты у нас появилась, как мы узнали, что ты будешь. Как мы обрадовались. Как я ездила тоже в роддом. Вот какие-то такие моменты, которые были бы ценными воспоминаниями для старшего ребенка. Что еще важно родителям понимать? Реакция на появление малыша может быть не такой, как вам хотелось бы. Ну, то есть, он может не рад быть, попросту говоря. Ну, что это за... Да, вот даже если просил, даже если очень ждал и хотел, и сам просил брата и сестру, когда по факту принесли вот этого маленького человечка, который кричит, и который у мамы все время теперь на руках, старший может быть, на самом деле, не очень рад, может быть, даже зол, может быть, расстроенный. И здесь очень важно помогать прожить ему все его чувства по отношению к брату или сестре. То есть, прям обзазвучивать ему. Ты сейчас хотела бы тоже с мамой побыть. Может быть, ты хотела бы сейчас, чтобы мы с тобой вместе посидели вдвоем, а я вот сейчас кормлю. Я его положу, и скоро я к тебе там вернусь, и мы вдвоем там вот то-то, то-то поделаем. То есть, очень важно старшему на первых порах давать тоже больше даже внимания, чем младшему. Он, правда, пока первое время спит, а со старшим здесь вот показывает, что наша связь остается, наша с тобою связь, я остаюсь с твоей мамой. Моей любви меньше не стало. То есть, рассказывать о том, что с рождением каждого следующего ребенка сердце мамы увеличивается, да. Прямо так и говорить можно, мое сердце увеличивается, и для каждого из вас теперь отдельное место, но оно не меньше. Это сердце стало больше. У нас осталось буквально пять минут до конца выпуска. Хотелось бы все-таки затронуть тему, как привлекать старшего ребенка к уходу за малышом. Ведь очень часто именно старших просят погулять или посидеть, ну, когда там мама чем-то другим занята. Как сделать это грамотно, чтобы не нанести какую-то, не дай бог, психологическую травму старшему ребенку? Важно не пригружать старшего ребенка заботой о младшем. Всегда держать в у меня такую мысль, что взрослые заботятся о младшем. Старшие только лишь при желании. То есть, они должны сами этого хотеть. И несет ответственность по-настоящему за ребенка не старший брат или сестра, а родитель. И еще очень важно воздерживаться от таких фраз, как «Ну, ты теперь взрослый, и теперь тебе нужно вот то-то, то-то». На самом деле, за одну ночь, пока появляется брат или сестра, четырехлетний, пятилетний, даже десятилетний ребенок взрослым не становится. Он продолжает оставаться ребенком. И важно к нему относиться тоже, как к ребенку просто другого возраста. То есть не говорить «Теперь ты взрослый», или «Теперь ты старший, и ты должен». Пожалуйста, воздерживайтесь от этого, и тогда отношения между детьми точно будут крепче и дружелюбнее. Мария, в завершении нашего выпуска давайте дадим родителям рекомендации, как укрепить отношения между детьми. Пожалуйста, не сравнивайте детей между собой. Не вводите их в одну секцию, просто потому что это удобно, а старайтесь, чтобы у каждого было увлечение по интересу, то, которое соответствует характеру, особенностям именно этого конкретного ребенка. Не обязательно делите все игрушки поровну и покупайте одинаковые вещи, детям, ведь они каждый индивидуален. Есть такое очень хорошее правило – проводить хотя бы 20 минут в день наедине. То есть качественное время с каждым из детей по отдельности. Постарайтесь находить такое время для себя, для своих детей, где вы можете быть один на один с каждым из них. Это тоже очень помогает наладить ваше взаимодействие с каждым из детей и их по отдельности. Хороши в данном случае будут игры, в которых дети не конкурируют между собой и не борются, кто первый, кто лучше. А такие игры, которые объединяют на команду, команда образования. Будут игры, которые объединяют нас против самой игры. Такие будут игры с детьми тоже хороши. Но и в завершении, поскольку мы понимаем, что дети конкурируют за место в семейной системе, за внимание мамы, хорошо каждому из них давать такое поддерживающее послание. Ты мой первый, я люблю тебя как своего первого ребенка. А ты мой второй ребенок, я люблю тебя как второго ребенка. Ты наш старший, ты наш младший. Обозначать детям свое место, да и мне нужно будет делить его или бороться за что-то другое место. На этом наш выпуск подошел к концу. Об отношениях братьев-сестер с родителями и между собой мы говорили с психологом, специалистом по родительско-детским отношениям Марии Терентьевой. Это был разговор по душам. До новых встреч!